приветствую вас уважаемые слушатели на курсе управления эксплуатационной работой железных дорог сегодня у нас лекция 12 тема сегодняшней лекции организация местной работы железнодорожных участков по плану лекции у нас предусмотрены вопросы определения размеров местные работы на участках и способы обслуживания промежуточных станций по первому вопросу во-первых обозначим что означает местная работа местная работа заключается в организации развоза местного груза по участку погрузки и выгрузки грузов на станциях открытых для грузовых операций уборки вагонов со станцией под организацией местной работы на участках и направлении понимается система перемещения вагонов с которыми на промежуточных станциях выполняется погрузочно-разгрузочные операции важнейшими элементами местной работы являются операции по погрузке выгрузки передачи и развоза местного груза распределение порожних вагонов и так далее местными считаются вагоны с которыми производятся операции по погрузке выгрузки и перегрузки грузов по характеру работу и учета местные вагоны подразделяются на следующие подлежащие передачи на соседние отделения исследуемые под выгрузку на другие отделения своей дороги подлежащие развозу и выгрузки на отделении основные требования к рациональной организации местных вагонов потоков это во-первых сокращение простоев местных вагонов на промежуточных грузовых и технических станциях ускорение продвижения местных вагонов по участкам организованный подвод загруженных вагонов участковым и сортировочным станциям с целью сокращения простоя под накоплением обеспечению установленной продолжительности непрерывной работы локомотивных бригад и нормальные условия их работы регулярное движение местных поездов и регулярное обслуживание всех промежуточных станций участка возможно более полное использование силы тяги локомотивов местных поездов и увеличение среднесуточного пробега минимальное влияние местных поездов на пропускную способность участка на сети железных дорог местная работа составляет основную часть перевозочной работы на ряде дорог она достигает 70 80 процентов поэтому рациональная организация работы с местными вагонами играет решающую роль во всех транспортных издержек пускай и ускорение оборота вагона план местной работы на участке региона составляется при разработке графика движения поездов на основе плана перевозок по сети с учетом неравномерности для составления этого плана строится диаграмма местных вагонопотоков и определяется число поездов по каждому участку отдельно для четного и нечетного направления распределение местной работы по промежуточным станциям изображается в виде таблицы главная задача при организации местной работы своевременное выполнение плана погрузки и выгрузки на участке при наибольшей затрате вагонов и локомотива часов прежде чем установить размеры движения сборных и других местных поездов разрабатывает порядок организации ступенчатых и отправительских маршрутов четкая организация местной работы участков очень важна для сокращения сроков доставки грузов и и ускорения оборота вагона способы обслуживания промежуточных станций существуют следующие способы обслуживания промежуточных станций сборными поездами с работой каждого поезда на всех промежуточных станций сборными поездами с работой на опорных промежуточных станциях в сочетании с маневровыми локомотивами зонными сборными поездами вывозными поездами диспетчерскими локомотивами зависимости от местных условий объема и характера вагонопотоков числа вагонов которые могут использоваться под сдвоенные операции, направление следования порожних вагонов, технологических особенностей станции и т.д. Могут быть комбинированные способы. План погрузки по дорогам, назначения и типу подвижного состава является совместно с развернутым планом перевозок основой для разработки гружотных и порожних вагонопотопов, размеры выгрузки и регулировочных заданий по сдаче порожних вагонов из-под выгрузки. Размеры выгрузки в целом по типу подвижного состава определяются из шахматок плана перевозок, т.е. плана погрузки по дорогам назначения. Размеры выгрузки зависят от объема запланированной погрузки в местном сообщении и погрузки сети в адрес данного подразделения, т.е. поступления ввоза с других дорог груженных вагонов под выгрузку, а также от наличия местного груза на дороге и груженных вагонов на сети в адрес данной дороги. Схема работы сборных поездов и маневровых локомотивов на участке приведена на рисунке. На коротких участках с небольшой местной работой самым распространенным способом обслуживания промежуточных станций является развоз и сборка вагонов сборными поездами. Наиболее целесообразной схемой прокладки сборных поездов в этом случае является данная схема. На длинных участках при назначении двух сборных поездов целесообразно применить третью схему ВН рисунки. По этой схеме один поезд проходит первую часть участка зоны без работы, на второй зоне работает на всех станциях. Второй сборный поезд обслуживает первую зону, а вторую проходит без работы. Такой способ позволяет сократить время нахождения сборного поезда на участке, ускорить продвижение местного груза по участку и сократить рабочее время нахождения на участке локомотивных и поездных бригад. Схема вторая, В, на рисунке, способствует ускорению продвижения сборного поезда по участку, но требует значительных дополнительных затрат на содержание маневровых локомотивов на опорных промежуточных станциях. Взаимное расположение сборных поездов на графике зависит от числа вагонов, поступающих с каждого направления под выгрузку или порожних под погрузку, и числа погруженных вагонов с подразделением на четное и нечетное направление. При одной паре сборных поездов можно воспользоваться упрощенным способом выбора схемы. При незначительном вагонопотоке назначением на участок сборные поезда в пунктах их формирования пополняют вагонами участкового потока, идущими на следующую техническую станцию. Целесообразность пополнения сборных поездов этими вагонами устанавливается специальными расчетами. Перед составлением плана графика местной работы устанавливается наибольшее время нахождения сборного поезда на участке, исходя из норм непрерывной работы локомотивных бригад. Вывозные локомотивы применяются для вывоза крупных групп вагонов от правительских и ступенчатых маршрутов с промежуточных станций участка на технические для доставки крупных групп вагонов, от правительских и ступенчатых маршрутов с технических станций на промежуточные для обслуживания промежуточных станций, где по местным условиям работа сборных поездов затруднена. В свободные от поездной работы время они могут выполнять маневровую работу по обслуживанию как промежуточных, так и технических станций. Вывозные локомотивы применяются для вывоза крупных групп вагонов от правительских и ступенчатых маршрутов с промежуточных станций участка на технические для доставки крупных групп вагонов, от правительских и ступенчатых маршрутов с технических станций на промежуточные для обслуживания промежуточных станций, где по местным условиям работа сборных поездов затруднена. Сборно-участковые поезда при незначительном вагонопотоке назначением на участок сборные поезда в пунктах их формирования пополняют вагонами участкового потока, идущими на следующую техническую станцию. Главная задача при организации местной работы – своевременное выполнение плана погрузки и выгрузки на участки при наименьшей затрате вагонов и локомотива часов. На основе данного календарного плана погрузки и выгрузки промежуточных станций определяются груженные и порожние вагонопотоки по всем перегонам участка, а также избыток и недостаток порожних вагонов каждого типа, образующихся на станциях. Для определения избытка и недостатка порожних вагонов по станциям составляет баланс порожних вагонов. На основании данных баланса порожних вагонов и направления их следования определяют потоки порожних вагонов и устанавливают с учетом взаимозаменяемости разного типа вагонов, общий избыток или недостаток отдельного типа вагонов по участкам или отделению в целом. Направление следования порожних вагонов необходимо устанавливать, исходя из достижения наименьшего пробега вагонов, недопущения встречного пробега взаимозаменяемых вагонов. Погрузка, выгрузка и баланс порожних вагонов на промежуточных станциях определяют работу этих станций по прицепке и отсыпке вагонов и общие размеры вагонопотоков по перегонам для каждого направления движения. Направление следования по участку порожних вагонов каждого типа задают условия регулировки подвижного состава на направление. Размеры вагонопотоков по перегонам участка определяются как составы сборных поездов неограниченной массы и длины по направлениям движения. В рамках закрепления сегодняшнего лекционного материала предлагается вам ответить на следующие контрольные вопросы. Какие способы обслуживания местной работы вы знаете, в каких случаях применяются вывозные локомотивы, какими поездами обслуживается местная работа на участке и в зависимости от чего определяется объем местной работы участка. На этом сегодняшняя наша лекция завершена. Благодарю вас за внимание. До новых встреч!